Ваше Святейшество, Святейший Патриарх Неофит, Ваше Величество, Царь Болгарский, Симеон, дорогие ладыки, отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю, особенно, конечно, Матушку Феофанию, с сестрами все святые обители, с великим праздником, который мы все сегодня торжественно празднуем. Мы сегодня совершили канонизацию святителя Серафима, смиренного угодника Божия, иерарха, который в изгнании далеко за пределами Отечества нашего проходил большую часть своего служения. Но в каком-то смысле, если сравнивать его жизненный путь с другими, кто был в изгнании, то Господь смилостивился над ним, потому что его служение проходило в единоверной, единокровной Болгарии среди братьев, единых по вере и близких по духу. И замечательно, что сегодня вместе с святейшим патриархом Неофитом в этом храме на прославлении святителя Серафима присутствует царь Болгарии Симеон, сын царя Бориса, во времена царствования которого в Болгарии и пришлось время служения святителя Серафима. Вот так как бы в одном месте и в одной точке соединяются времена, народы и история двух наших братских единоверных народов. И, наверное, не случайно мы прославляем святителя Серафима в Русской Церкви в этот день присутствии высоких гостей, братьев наших из Болгарии в храме, главном храме обители, в которой почивают мощи святой Блаженной Старицы Матроны Московской. Потому что есть нечто общее между святителем Серафимом и Блаженной Матроной. Оба были очень близки к людям. И после смерти одного и другой народ не переставал почитать их святые имена, и места их захоронения. И к могиле святой праведной Матроны устремлялись москвичи и те, кто приезжал издалека в столицу, чтобы вознести у ее могилы молитвы к ней, а через нее ко Господу. И не была еще святая Старица Матрона, Блаженная прославлена, а тысячи и тысячи людей обращались к ней как к святой. Вот тоже происходило и в крипте русского храма в Софии, где похоронен был святитель Серафим. Он не был прославлен, но также множество людей приходило к его могиле и молились. И вот это почитание, которое отображалось в реальном духовном опыте тысяч и тысяч людей, было ясным свидетельством о том, что и Блаженная Матрона, и святитель Серафим прославлены были пред лицом Божиим еще до того, как их канонизировала Церковь. И потому посчитал я самым правильным, чтобы прославление общецерковное святителя Серафима состоялось именно здесь, в День памяти Блаженной Матроны Московской. Всякий раз, когда посещаешь святую обитель, невольно мысль обращается к подвигу жизни Матронушки. Она была слепой от рождения. Но разве она одна, кто был слеп и кто является слепым от рождения? Почему она стала святой? Почему при жизни к ней уже приходили люди, просили ее молитв, получали просимое, а кроме того и вразумление получали? Наверное, сама эта трудная судьба слепорожденного не является еще залогом его святости. Но у слепорожденного человека очень ограничены возможности общения с миром. Личность людей оттачивается в этом общении с другими. Мы через это общение получаем и радость, и скорби, и вдохновение, и разочарование, все через общение с людьми. И если прочитаем заповеди Божии, то они святость человека поставляют от нашей способности правильно выстраивать отношения с людьми. И именно через этот опыт общения с другими и формируется внутренний мир человека, люди становятся либо святыми, либо грешниками. А у слепорожденной Матроны этот опыт был абсолютно ограничен. Она не могла участвовать в общении с людьми так, как это предполагают Божьи заповеди, поставляя от качества общения человека с окружающими возможность спасения. Почему же тогда слепорожденная Матрона стала святой? И есть только один вопрос, ответ на этот вопрос. Она стала таковой, потому что она была слепорожденной и способной встретить, пережить этот крест и это страдание в соответствии с Божьей заповедью и с Божьим законом и с примером самого Господа и Спасителя. Ее слепота не озлобила, не положила предел в отношениях с людьми, но напротив она стала источником ее святости, потому что самое, может быть, страшное страдание, какое-то только может выпасть на долю человека, не видеть с рождения мир, не видеть людей, а она притворила во внутренний мир души своей, в радость общения с Богом. И потому Матрона, к которой мы обращаемся с молитвами об исцелении наших недугов, является не только святой, обладающей особой силой предстательства пред Господом о всех нас. Она является примером того, как мы должны встречать трудности, которые появляются на нашем жизненном пути, которые попускает нам Господь. Разве можно сравнить страдания всех нас, даже тех, кто со скорбью приходит к гробнице святой праведной Матроны, с ее страданиями? Но мы плачем, мы теряемся, мы ропщем на Бога, мы сравниваем себя с другими, мы нередко возмущаемся, почему мы не такие, как другие, те ведь более здоровые, более благополучные, более счастливые. Матрона никогда ни с кем себя не сравнивала, она жила пред лицом Божиим, она чувствовала Его благодать, и этой благодатью становилась сильной, настолько, что творила чудеса. ее пример должен каждого из нас вдохновить на преодоление любых трудностей в нашей жизни, будь то связанных с нашим здоровьем или с ходом нашей жизни, когда нам кажется, что мы одинокие и несчастные, а почему-то соседи, рядом живущие, не одинокие, более счастливые. Мы никогда в сердце свое не должны вкладывать страсть зависти, и тем более ропота на Бога. Мы должны воспринимать все, что нам дает Господь, с благодарностью Ему помня, что даже проводя нас через скорби и страдания, Он дает нам шанс спасти свою душу. Как Он дал этот шанс слепорожденной Матроне, и она в полной мере его использовала. Ставь великой чудотворицей, которой мы здоровые и сильные, но уязвленные сложными обстоятельствами нашей жизни, притекаем за помощью. И будем молиться Святой Матроне, чтобы она не только исцелила наши недуги или недуги ближних, чтобы она всем нам дала способность и силу спасительно проходить через испытания, которые встречаются на нашем жизненном пути. Я всех вас сердечно поздравляю с этим замечательным праздником, московским, и не только московским, но вселенским, потому что Матронушку почитают во всем православном мире. Ваше Святейшество, я хотел бы выразить особые слова благодарности за то, что вы прибыли в Москву. Вы будете удостоены премии Международного фонда единства православных народов за ваш очень важный вклад в сохранение и укрепление всеправославного единства. Вы и возглавляемая вами Церковь, несмотря на очень непростые исторические обстоятельства вашего и нашего общего бытия, остаетесь верны Святому Православию, его каноническому строю. Вы вносите и ваша Церковь особый вклад в сохранение всеправославного единства, строго основанного на канонов Святой Православной Церкви. И всякий раз, когда мы вместе с вами участвуем в различного рода всеправославных встречах, я в вашем лице и в лице вашей Церкви, как и вся наша Церковь, видит подлинную сестру, единомысленную, способную вносить свой очень важный вклад в сохранение всеправославного единства и канонического строя всеправославного бытия. Мы помним вас на протяжении десятилетий как человека, не только прекрасно владеющего русским языком и получившего образование в Московской Духовной Академии, мы всегда сознаем, что в вашем лице имеем человека и умом, и сердцем понимающего Святую Русь. Мы просим вас возносить свои молитвы пред святыми именами Болгарской Церкви о Отечестве нашем, о всей исторической Руси, ныне проходящей через тяжелейшие испытания междоусобной брани. Помолитесь, чтобы Господь сохранил в единстве нашу Церковь, как в единстве бы сохранил и все Вселенское Православие. С сердечной любовью я приветствую вас, а также сопровождающих вас иерархов, и вас, ваше Величество, живого свидетеля замечательной исторической традиции болгарского народа. Субтитры создавал DimaTorzok